Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда 27 миллионов рублей семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве. Для участия в процедурах опознания и экспертизах в Москву вместе с психологами вылетели 8 человек, другие из-за тяжелого морального состояния пока еще остаются в Мурманске. В регионе второй день Траура. Подробности у Натальи Соловьевой. Скорбит вся область Мурманск, Снежногорск, Североморск, Полярный Зорик, Кандалакша. Нет точки на карте региона, где не оплакивали бы погибших. Двое суток люди несут цветы к стихийному мемориалу. Хотят вместе пережить горе. Мы чувствуем достаточно сильную боль. Хоть это не родные, не знакомые нам люди, но мурманчане. И мы были живые. Как будто кровью за свои. И все. Ну то есть. На самом деле правда очень больно. И не прийти сюда мы просто не могли. Такая трагедия суммшедшая в Мурманске. В моей памяти это впервые вообще такая. Я катастрофа суммшедшая. Я не знаю. Я понимаю, что у меня там нет родственников или еще чего-то. Но это же Мурманск. Это же наш маленький город. Много плачут и обнимаются. Иногда с совершенно незнакомыми людьми. Случайно выясняют, что потеряли общих друзей. Вы знали кого-то из тех людей, которые были? Алену Мартынову. Это большая моя подчиненная. Но тяжело об этом говорить. Она была... На борту самолета, да. Вместо 17. Спасли или нет? Ну, списки убеживших нет. Алену Мартынову в Мурманске знали многие. Долгие годы она руководила городским комитетом по делам молодежи. Была большим другом и настоящим двигателем мурманского движения «Что, где, когда». Она приложила руку ко всем возможным региональным фестивалям. Особенно любила исторические реконструкции. Вот вчера до двух часов ночи мы сидели. И прямо каждую фамилию я вбивал в контакте, в поиски. Смотрел. И, ну, есть общие знакомые, друзья. Вот Алена Ивановна Мартынова, например, с которой мы тоже работали много лет. Алена Мартынова летала в столицу навещать свою дочь. Возвращалась. Ждала работы в региональном правительстве. Ее гибель долго не могли подтвердить. Но накануне заявили официально. Двое сотрудников. Это у нас сотрудница Министерства внутренней политики. И у нас сотрудница Министерства юстиции. Скорбеты на самом юге области, в Полярных Зорях и Кандалакше. Погибли Андрей и Екатерина Чупруновы. Он работал экологом на Кольской атомной электростанции. Она – учителем истории. Друзья вспоминают Елену Ратникову и Алексея Смирнова. У нас очень маленький город. Здесь все друг друга знают. Лично я, Алексей, я знал. Мы жили практически в соседних дворах. Вместе росли. Силы близким и родным. Врач от Бога. Так говорят о хирурге Евгении Новикове. Он долгие годы работал в медико-санитарной части Снежногорска. Навещал родителей. Летел вместе с дочкой Софией. Вместе с шефом в одном самолете оказалась и заслуженный врач Лариса Сиваконь. Возвращалась с учебы. Все они погибли. Евгений Анатольевич просит на высокого класса. В плане хирургии, организации. Я у него многому научился. Вообще-то он мой друг, одна, курсник. Почему бы не хватает? Очень сильно. В соцсетях сотни слов поддержки и скорби. Многие пишут, знал двоих, троих из разбившегося самолета. И вновь идут к стихийному мемориалу. Положить цветы, помолчать, почувствовать, что не одинок в своем горе. Наталья Соловьева, Вести, Мурманск. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...